Ребятки, всем привет! С вами Александр. Ну и судя по этой картинке, вы уже знаете, кого я буду качать, особенно тот, кто смотрел прошлое видео про прокачки Тиширах, но не смотрел, обязательно посмотрите и поставьте пальчик вверх. Сегодня у нас на прокачке эпический монстр мрака и огня. Это огненная жгучая красотка, лисица, хотя по цвету как волчица, Бонни Барк. Из недавнего нашего острова, в общем-то, волчонок. Волчонок она. Так, острова Гангстеров. Бонни Барк заработал репутацию самой коварной в собачьем клане и по праву. Эта соблазнительная воровка, которую глубоко уважают ее собратья-мафиози, пользуется своей красотой, чтобы добиться желаемое. Будь осторожен, флиртовать с ней значит флиртовать с опасностью. Суперка у нее конец пути. Не позволяет всем противникам использовать их свойства. Накладывает на всех противников эффект одержимости. Не позволяет противникам пользоваться их свойствами. Это как понимать? Ну, что-то я не совсем. То есть, получается, может будет просто удар, но не будут всякие эффекты поджигания. Это имеется в виду. Может быть и так. Итак, она у нас хороша по жизни, хороша приносит золото, но слабый удар и слабая скорость и энергия. Тишир у нас имел только сильный удар. У него была, по-моему, только проблема со скоростью. Ну, ладно. Давайте мы сейчас ее найдем. Вот у нас она ходит. Довольно прикольно выглядит. Все на максимальном увеличении на компе. Так, тут у меня горилла. Надо ее на переработку пустить. Кстати, горилла, смотрите, как паршиво прорисована. Горилла! Смотрите, вот меча расу, да, как плохо нарисован. А вот как хорошо, и даже тау-тау плохо нарисован. А вот новый монстр, то есть, они уже прорисованы хорошо. Вот такие дела. Ладно, идем смотреть, что у нас там на Монстр Вики получается. Так, качаем ее. Смотрите, она находится в... Это топы по эпикам. То есть, Бонни Барк находится в топе. И давайте смотреть. Так. Эпик мрак. Бонни, Бонни, Бонни. Где же ты? Вот она. Итак, 2720 жизнь, 20 тысяч... Точнее, сила, 20 тысяч жизнь, 2800 скорость. Ну, что-то она как-то послабее. Тишира даже смотрится. Ну, она должна это компенсировать своими хорошими ударами. Так, суперка, 10%. Погнали. Пейшн, это какая-то, в общем-то, страсть. Регенерация стамины и жизни на себя. Свет, пожалуйста. Сингл с ослеплением. Где Клайд? Удар называется. Одиночный удар с одержимостью. Берем на заметку. Бесстрастная любовь, что-то вроде того. Так, сингл усиляет двойной дэмэдж и точность на союзника. Заигрывающая поза. Playful pose. Так. Одиночный удар с ослеплением. Сила, 45. Так, Кэнайн фатали. Что-то там роковое. Одержимость ослепления, 40. Вот этот удар, вероятно, мы и будем брать. Так. Avoid Gips Land. То есть, избежать Gips Land. Мультик по всем союзникам дает дэмэдж буст на 3 хода. А на сколько процентов дэмэдж буст и точность на 2 хода? А, да, ну прикольный удар. Так. Attraction, Distraction. Привлечь и отвлечь. Мультик 35 со ослеплением, думаю, тоже неплохой удар. И вот этот, вот эти два мультика стоит брать. Точно. И вот этот удар, думаю, стоит брать. Фатали. Ну, не знаю. Насчет вот этого. Неплохой удар, как для союзников. Фаталия, Фаталия. Это у нас, наверное, типа роковая женщина, что-то вроде того. Так. И оружие массового поражения. Ну, согласен, согласен. 98% шанс содержимости. Это круто. Давайте смотреть, что нам тут рекомендуют. Так. Роковая красотка. Вот это вот. Канин Фаталь. Это, получается, Канин Красотка. Мультик по всем содержимостью. Так. Не ходи в Гипсленд. Avoid Гипсленд. Избежать. Снимает все отрицательные эффекты. Увеличивает урон и точность. А, еще вот этот. У нас, кстати, тут не написано, что он снимает отрицательные эффекты. А, ну, написано, да, но никакого значка. То есть, точнее, не имеет эта штука. Хороший удар тогда. Привлечь и отвлечь мультик по всем слепота. Да, и оружие массового поражения. В общем-то, совсем согласен. Все. Берем, ребята. Погнали. Так. Ну, и, конечно же, если бы это был монстр самостоятельный, то нужно качать ему скорость. А так нужно качать командную скорость, поскольку это эпик. Сейчас она вот, о, подросла. Где Клайд? Был такой у нас удар. А держимость тоже неплохо. Бросает сердечки. Преступление на почве страсти. Пейшн, да, был у нас такой удар. С этой генерацией. Очень прикольные у нее удары. Регенерация энергии и регенерация жизни. Прикольный удар. Как саппорт. Она, да, она, конечно, не демагер, но саппорт. Контроль. Бесконтактная любовь. Да, был такой у нас удар. Игровая поза был. Такой удар, вообще-то, не достаточно правильно все переводил вам. Так, баня у нас уже подросла. Оружие массового поражения. Это супер. Мастхэв. Берем. Привлечь и отвлечь, ребятки. Есть такой у нас удар. Роковая красота. Тоже есть такой удар. И не ходи. Не ходи в городок. Отпалкиваем один удар. Вот, 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 вот сюда. То есть мы уже все удары нашли. Так что тут мы просто быстренько проскачем. Так, ну а если вы вдруг пропустили какой-то удар, ребятки, то вы знаете, что за 20 кристаллов можно изменить любой удар. Так, ну, с этим мы закончились. Так вот выглядит у нас Бонни Барк. Давайте посмотрим, что она будет у нас делать. Так, что мы можем ей поставить? Она у нас топик. Поставим ей третью рунку на скорость. Пусть будет так. Конечно, ей бы самой скорость не помешала, но ладно. Чтобы хотя бы было как-то продемонстрировать. Вот так вот она у нас ходит. Такая изящная волчица. Погнали. Давайте зайдем сюда. И здесь делаем парочку боев. Команда у меня та же. Я только закончил снимать серию про Тишира. Вот ею и пойдем. Вот это я дал. Ею и пойдем. Только заменим Тишира. Эпик, 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 мрак. Неплохо они пробустят нашего зерлинга, раз он ходит так быстро. Ну, хотя я зря это сделал. Я лишил их самых сильных ударов, а сейчас они же будут... Это же и будут делать. Мне нужно, чтобы они сами себя проатаковали сильнейшими ударами. А тут еще слепота, конечно, это... Действует плохо. То есть мы ослепили, и монстры, то есть они друг по другу, вот видите, промазывают. Это, короче, печаль какая-то. Три удара, три промаха. И на один удар. Это, блин, ну это печаль какая-то. Честно говоря. Три удара, три промаха. Ну, это удар сейчас... Ой, ой, ой. Нельзя использовать. Он ничего не даст. Так, кто ходит? Ты ходишь. Ну, хоть... А, у него слепота заблокирована, кстати. Он-то и... Он мог бы-то и походить. Ну, опять же, тоже нет смысла его использовать. Ну, хоть не промазал, и то хорошо. Так. Что у нас еще есть? Можно всех ослепить, и... Можно усилить. Давайте усилим. Так. Кто у нас ходит? Остановка времени. Пропускаем. Выносим этого красавчика. Ух ты, неплохо. Десяточку он завалил. Ничего, сейчас мы его... Ну, давайте еще раз. А, она жизни вообще ни капли не забирает. Вот в чем прикол, да? Ну, давай. Опять слепота. Так, подождите. Там же стопроцентный промах. То есть, он просто... Он вообще никак... Это считай, что заморозка. Он, то есть, не может попасть. Ладно. Ну, в общем-то, мы вроде как все удары уже использовали. Странный у нее удар, который называется вот этот оружие массового поражения. Это оружие массового бездействия, я бы его назвал. Они все промазывают. Просто жутко промазывают. Ну, давайте. Сейчас мы еще поэкспериментируем. Так. Очень слабо. Очень слабо. Ну, ладно. Что делать? Будем его добивать. Точность усиления. Слепота. Да они и так слепые. Ну, еще раз хочу использовать удар наш. Наш. Ну, ты емая. Остановим его еще раз. Какой-то у нас такой скучный и нудный получился обзор на монстр. Так. Оружие массового поражения. Ну, смотрим. Он сейчас же опять будет слепой. Там, по-моему, 100% промах, да? Минус 100% меткость. Это как понимать вообще вот? То есть он в принципе не может попасть. Ну, да. Они все промазывают. Ну, давайте накладываем еще раз точно. Зато мы уже тут по два, по три круга все удары у нее использовали. Пора добивать. Ну, в общем-то, как вы поняли, что ее массовый удар, он не имеет отношения к одержимости. Он считает, что просто заморозка, остановка времени, паралич. Монстр по факту просто пропускает ход. Такая вот у нас ерунда получилась. Лучше, конечно, была бы одержимость. Он бы хотя бы наносил урон по своим, а так 100% промах. Вот такие вот у нас дела, ребятки. на этом все. С вами был Александр. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Продолжение следует...